Сейчас. Давай, приветствую. Это Роман Газенко, наш дорогой, любимый Роман. И мой друг, между прочим. Да. Между прочим, да. Между прочим, да. А друг, как говорил Роман, это воздружает, воздружает, да? Да. Психолингвист, бывший разведчик, автор многих документальных фильмов, участник многих программ, как там у тебя, Сталинград там. Ой, неважно. Ближе к делу, дорогой. Ближе к делу, давай. Когда мы говорим о лучшем будущем, ты любишь об этом говорить. Да, потому что у нас школа человек будущего, кому художник. Я исповедую следующий принцип. Идеальный сценарий пишется с финала. Надо всегда видеть цель, к которой мы идем, чтобы не было фрагментированного цели полагания. Но, условно, подходя к двери подъезда, мы должны видеть не каждую отдельную ступеньку, как препятствие и цель, да, а должны видеть, по крайней мере… Горизонт за горизонтом. Конечно, да. То есть это основная функция, отличающая человеческое сознание, лингвистическое сознание, от животного. Это абстрактное целеполагание. Мы должны видеть цель за пределами того, что мы можем потрогать, понюхать, на что мы можем посмотреть. То есть животные не могут философскивать? Они не могут, да. Для этого нам дан язык, чтобы выражать понятия, которые мы не можем ощутить органами чувств. То есть чтобы они были зашореными. Речь идёт о том, что есть понятие абстрактное. Да. То есть абстрактное, в переводе с латыни, это выведенные из реальности. Теоремы, да. Не находиться в самой задаче. Это правильно. То есть невозможно потрогать любовь, невозможно потрогать, понюхать будущее, невозможно увидеть этику и совесть. Да. Для этого нам даны слова. Но когда мы говорим и используем слова, нам надо понимать, что за внешней оболочкой, за звуком, за написанной формой слова скрывается серьёзное содержание, которое от нас уходит. У нас выхолощенные слова. Слушай, давай вебинар сделаем. Ради Бога. Так вот, когда мы говорим, скажем, о напряжении, метод ключ построен на том, чтобы снимать напряжение. И использовать энергию напряжения в собственных целях. Отлично. Вот вторая часть-то почему-то из сознания уходит. Снять напряжение, это не означает, что человек дальше без цели способен каким-то образом действовать себе на пользу. Вот мы из физики знаем, что напряжение – это необходимое условие для совершения работы. существует так называемая полезная нагрузка. Что делать после того, как снято напряжение? Или перенаправлено по нужному адресу. Так вот… А мы занимаемся перенаправлением, как в Айкидо. Взял стресс, направил на решение нерешаемых вопросов. И вот здесь мы приходим к тому, что у каждого отдельного человека, у того, что ещё пытается называть себя обществом, у цивилизации, одна и та же, прошу прощения, нерешённая задача. Что после? Хорошо. Человек поехал в отпуск и снял стресс, расслабился, зарядился. А что делать с этим дальше? Возвращаться на рутинную работу. И этот цикл повторяется. Вот идёт… Идёт… Идёт в сенсор. Да. Беготня по кругу. Вместо того, чтобы выйти на следующий уровень. Я считаю, вот вернёмся к словам, что следующий этап после снятия напряжения… Лишнего напряжения. Лишнего не бывает. Потому что без напряжения вообще они были напряжены. Конечно. Конечно. Лишним напряжением бывает только тогда, когда это, как потенциал, не используется. Не вписано. Не используется, то есть не приносит пользу. От этого надо избавляться. Но это временное решение. Что после снятия напряжения? С сопряжением. Конечно. — Синхронизация. — Синхронизация с себе подобными. Невозможно самостоятельно человеку решить даже собственные задачи, если эта задача действительно выхода на серьёзный уровень. Это всё равно, что уйти в лес от цивилизации, есть такое понятие, конечно, дауншифтинг, да? Тогда человек просто снимает с себя кучу обременения, но переходит к животному существованию. Он просто продолжает бороться за жизнь своего тела. Вопрос — а зачем он такой появился, если он пришёл в первобытное состояние? Следующее — это сопряжение. Вот то, что себя называют обществом, оно уже не общество. Люди не сопрягаются. На чём может сопрячься человек? — На творчестве, на человеколюбии. — Хорошо, один занимается творчеством, и другой занимается творчеством. Один считает, что он любит людей, и другой считает, что он любит людей. Один бабушек через дорогу переводит, другой храмы строит. Они существуют самостоятельно в рамках своих задач. — Даже сверхзадача. — Которая станет смыслом объединения людей в альянсы и в общество. Без объединения, без сопряжения. — Да, как раньше коммунизм двигал людей. — Это идея. Любая идея, любая абстрактная идея людей может объединить. Если ты возьмёшь муравейник, каждый муравей идеально приспособлен жить в своей среде. Но если ты из муравейника заберёшь муравьёв, рассыпешь всех, они поодиночку погибнут. Они не могут жить без сопряжения. — Очень интересно, очень интересно. — И здесь, да, да. — Очень интересно, вот эта точка, вот сейчас, внимание, друзья, сейчас самый главный момент, потому что на самом деле идея может объединять, но... — Идея — это ответ на вопрос, а зачем мы объединились? — Ради чего? — Во имя чего. — Во имя чего? — Да. — Зачем? Зачем — это главный вопрос. — Затем, чтобы каждый человек мог реализовать себя, свой потенциал, как творец. — А в одиночку человек не может себя реализовать. Объясню почему. Потому что есть хорошее русское слово «для», для чего-то, да. Есть хорошее слово «доля», и есть хорошее слово «долгий» и «делиция». Это однокоренные слова. Когда мы говорим «поделись со мной» мыслями, ещё чем-то, да, мои мысли без тебя ничего не значат. Я должен для того, чтобы реализоваться, я должен поделиться. Английское слово «тутел», кстати. — Заводящий один. — Да. И вот тут мы приходим ещё к одному интересному, однокоренному слову «для» и делиться. Это дело. Дело только тогда является делом и приносит пользу, когда оно приносит пользу всем. — Всем. Кому-то. — Кошмизм. Это человек кошмизм. Я не могу сам с собой разговаривать. Мне слово дано, и образ моего мышления человеческого только потому, что есть ты, и есть наши зрители, которые меня поймут. Тогда я делюсь, я делаю. Если я буду делать для себя, я буду делать, извини, под себя. Понимаешь, да? Это смысла никакого не имеет. Итак, напряжение — первый этап, второй — сопряжение. — Поэтому в медицине известно, что когда человек больной заботится о других больных, он легче себя чувствует и быстрее вызданавливает. — Есть психологический эффект, описанный. Взять в качестве объекта заботы кого-то слабее себя. Почему ребенку нужны, там, девочке нужны куклы? Не потому, что она тренируется быть мамой. Почему ей нужен котенок? Потому что как только кто-то заботится о более слабом, он моментально становится сильным. Почему пожилые люди так склонны к тому, чтобы заводить собачек, кошечек, питомцы, как они говорят. Не потому, что они от одиночества бегут. Это психологическая потребность. В хорошем смысле самоутверждение. Поэтому, друзья, поступило предложение от Хасая сделать вебинар на эту тему. На этом вебинаре я готов показать... — Хотите быть здоровыми, заботитесь о ближнем. Так это же и есть любовь к ближнему. — Вот это и есть любовь. Она должна быть действенной. Должно быть делу. А делу и для слова однокоренные. Я готов на этом семинаре показать бред и чушь того, на чем строится вся так называемая наша цивилизация от древних времен, от античности, средневековья, возрождения и нового времени. Почему эта история сплошных войн и взаимного человеческого самоуничтожения? Что произошло с тем, что сейчас называется конкуренцией? На самом деле, конкуренция — это слово, которое перевернуто на 180 градусов по своему корневому значению. — Оно же со творчества, со зидания. — Да. На самом деле. То есть я готов рассказать, в какую системную ошибку вас вводят те же самые психологи, когда они оперируют словом «конфликт». — Но они аспектно мыслят некоторые. Они-то мыслят... — Забывают, забывают, для чего вообще человечество мы желаем. — Дорогой, я сейчас говорю о словах. Мы их используем, мы их не используем. Они нам пользу не приносят. Когда мы думаем, что пользуемся этими понятиями, мы пользуемся прямо противоположными вещами. — Вот об этом Роман нам поможет на вебинаре, с этим разобраться, и после этого вебинара вы будете чувствовать себя легче, лучше, свободнее, потому что будете лучше ориентироваться в сложных ситуациях, неопределенности. — И будете понимать вообще систему, в которой мы оказались и в которой мы думаем, что мы существуем. Мы выйдем из этой системы, вот из этого тупика. — Мы с тобой, да. — Мы-то выйдем, мы с этим любимым делом занимаемся и не одним, и мы помогаем людям, и вот сейчас хотим это сделать тоже. То есть мы находимся на пути, на пути находимся. И мы хотим, что если кто-то отступился, чтобы нашёл точку опоры. Этот вебинар — это точка опоры, через которой происходит рост, развитие и реализация вашего собственного потенциала, который у вас есть от природы. Потому что у каждого человека есть могучий потенциал, а все болезни от нереализованности. — И тогда не будет проблем с напряжением, а будет задача напряжения использовать. — В нужном для вас направлении — созидание. От выживания к созиданию. Спасибо, Теревна. — Спасибо, Рада. — Спасибо. Вот так вот. — Будем жить.